Какой именно? Можете купить любой, любой запах, ну кроме огурца, я не говорю, что он плохой, но просто, ну лично мне не нравится запах. Вот, вы можете купить любой, моя мама пользуется чисто белым, и оно супер помогает. Моей маме, что вы понимали, 40 лет, и у моей мамы ни одного высыпания нет, у моей мамы кожа просто такая чистейшая. Хозяйственная на помощь. Выкиньте, пожалуйста, вот эти дегтярные хозяйственные мыла, они ужасно воняют. Не всем может подойти мыло, у каждого свой тип кожи, состав мыла может только ухудшить кожу. Оно никак не ухудшит кожу, это уж точно. Я не спорю, оно может как-то высушить кожу, но за счет этого, понимаете, вот это вот противоречие как раз-таки влияет на состояние кожи. То есть оно высушивает кожу, и прыщи начинают высыхать. Вы увлажняете умывалками, вот у меня умывалка, допустим, доктор Джарт, и что? Она стоит 15 тысяч тенге, и что? Я ее умываюсь, у меня сразу начинает выходить высыпание. Потому что оно увлажняет кожу, и из кожи начинает вот это вот все, что там сидело внутри, оно начинает вылезать, понимаете? Привет. Какими духами вы пользуетесь? Зелинский у меня сейчас, черный перец. Я хотела купить киля, но они мне вообще не зашли. Я не знаю, почему все говорят, что это такой супердорогой запах. Только макияж им смывать. Но я просто, ну, я умываюсь им, я не знаю, как сказать. Посоветуйте тем, чем вы пользуетесь, уход. Вот. Это моя умывалка, но я ее пользуюсь крайне редко, только когда, например, там, мыло лень достать. Даже не знаю, я вообще ей не пользуюсь. Что еще вам показать, девочки? Точно такой же фирмы, доктор Джарт, у меня крем-спрей для лица, но он у меня в комоде. Еще, девочки, у меня есть вот такой вот супер бюджетный от Эвелин гель для лица. Вот, он тоже просто супер. Я его купила в Самаре за 500 рублей. Я его купила за 500 рублей, но оно такое кайф, вот просто. Я не говорю про запах и так далее, а просто оно так быстро впитывается в кожу, оно как водичка. И вот, смотрите, оно просто как водичка, такое приятное-приятное. И оно моментально впитывается, и оно такое, кожа сразу мягенькая. Вот как раз-таки после крема и после мыла я вот это делаю. Кстати, у тебя кератин? Да. А нам дерматолог сказал умываться. Умываться протекс ум. Что? Машаллах, кюзелька салон. Ты Армения? Нет, я не Армения. Хозяйственные они все вонючие, и они так же подсушивают. Ой, не знаю, я таким не пользуюсь. Очень милый, комфортный. Спасибо, девочки. Привет, Кянг. Протекс мыла. Не знаю такое, честно. Я вот вам посоветовала, девочки, вы сами смотрите. Кстати, вот тут мы не обращаем внимания, да, никто не забыл, да? Девочки, вы сами смотрите. Пользоваться вам или нет? Вы спросили, я вам подсказала. Так, сейчас я выйду отсюда быстренько. И покажу, что у меня еще есть. Кстати, я хотела показать свою сумочку. Она у меня такая сладкая. Девочки, можете меня поздравлять. Я купила себе вот такую вот сладкую сумочку. Она такая няшечка. Она такая сладкая. Она такая милая. Она такая сладенькая кошечка. Мне она очень нравится. Сколько весишь? Наверное, 57 или 56, не помню. Привет, Орнады. Салам. Это кто? Короче, девочки, они уже не в тренде же. Кто сказал? Всегда будет в тренде то, что вам нравится. Я ее очень давно хотела. Не из-за того, что она в тренде, а из-за того, что она подходит под мой стиль. С какого города? Я из Актубе. Тот, кто знает перевод Лейсан. Такая хорошая. Спасибо. Блин, мне губы смываются. Нельзя. Какая сейчас тушь на тебе? Кабарет. Вен сабо. На соусус. Ях шемсис на терсис. Ищите, пожалуйста, либо на русском, либо на азербайджанском. Я не понимаю турецкий. Это вредно. Что вредно? Ты в Баку делала губы? Нет. Казахстане. Можно тебя угостить? Чем? Где ты учишься? Многие, кстати, когда слышат мое имя, думают, что я татарка или башкирка. Но меня так назвали не из-за того, что я татарка или башкирка, а просто из-за того, что моему папе понравилось слово, ну, типа, такое вот слово у нас есть в Азербайджане. Лейсан – это дождь. То есть, как в русском говорят – дождь. Вот меня так назвали. Вот я татарка или башкирка.